В преддверии старта очередного сезона российской серии кольцевых гонок, команда Lada Sport Rosneft провела традиционную презентацию. Мероприятие прошло на подмосковной трассе Moscow Raceway, где журналистов познакомили с обновленным составом пилотов и усовершенствованными автомобилями. Для выступлений в классе Туринг на седанах Lada Vesta Sport TCR доработали подвеску и модернизировали двигатель, что позволило машинам развивать большую скорость. За руль этих автомобилей сядут Михаил Митяев и действующий чемпион России Кирилл Ладыгин. Здесь все по-прежнему. Ну вы знаете, мы в том году стали чемпионами и чемпионом стать сложно, но защитить свой титул еще сложнее, поэтому знаем, что будет сложнее, не расслабляемся и работать будем еще сильнее и круче, можно так сказать. А вот что касается зачетной группы Super Production, то тут произошли важные изменения в составе пилотов. На Вести вместо обладателя Кубка России 2020 Владислава Незванкина поедет Владимир Шишенин, чьим напарником станет Андрей Петухов. Сам же Владислав Незванкин объявил на презентации о завершении своей спортивной карьеры. В новом сезоне он сконцентрируется на руководстве всеми гоночными программами АвтоВАЗа. Учитывая то, что все задачи, которые я ставил перед собой, команда, которая ставила передо мной, все задачи были решены, цели достигнуты, поэтому принял такое решение, как говорится, дорогу молодым. Ну а я ни в коем случае не покидаю падок, я сосредотачиваюсь на управлении командой. На Гранте R1 класса Туринг Лайт выступят Леонид Панфилов и Иван Чубаров, который в прошлом году стал чемпионом России по картингу. К слову, гоночный сезон в картинге, где команда Ладоспорт Роснефть также принимает участие, уже стартовал. Основная ставка в нынешнем году делается на пилотов взрослых классов Дмитрия Шепета, Антона Незванкина и Григория Примака. Стоит упомянуть, что изменениям подверглась и раллийная Лада Гранта R2, получившая обновленную подвеску, а также модернизированный мотор, выпускную систему и механизм переключения передач. Дмитрий Воронов и Виктор Позран уже потестировали машины в боевых условиях. В их копилке две победы в этом сезоне, а впереди еще пять стартов. Дмитрий Воронов